На коне Елизавета Маврина с пяти лет. С ротейблом они неразлучны. На счету Елизаветы уже несколько побед на областных соревнованиях, ближайшие в Нижнем Новгороде. Наездница планирует привезти кубок, поэтому все свободное время посвящает тренировкам. Если профессионально тренироваться, то каждый день. Не надо по три часа, по два, как в гимнастике художной, достаточно 40 минут, чтобы лошади это самой нравилось. Лошадь должна получать от этого удовольствие. Грибной дождь – еще полбеды. Гроза летом, снег с метелью, зимой может серьезно осложнить подготовку к соревнованиям. Нужен крытый манеж. Такое есть на девятой просеке в школе высшего спортивного мастерства. Только частных коневладельцев попросили покинуть помещение. Сейчас данные коневладельца находятся на конюшне незаконно, то бишь осуществляют постой свой за счет бюджетных средств. Никаких договорных отношений у нас с ними нет. Проведение тренировочного процесса возможно в загородном парке, поселке Паравленческий, Красном Яре. Есть много других мест. По словам руководства школы, конюшне требуется капремонт, и животных здесь слишком много. Владельцы лошадей платят около 10 тысяч рублей в месяц за кормление и уход, а за аренду не платят. Почти три года это всех устраивало. К чему такая спешка, сетуют коневладельцы. И вроде бы были достигнуты договоренности с руководителем ШВСМ. Он нам как будто бы дал это время, но этой договоренности хватило на два дня. Он хочет, чтобы за три дня таких крупных животных куда-то перевели, вывезли. Весь клуб выехал в загородный парк, и лошади даже бывает ночуют на улице, потому что просто помещение не готово. И разгородить даже обыкновенный синник и залить полы, надо куда-то ставить лошадей, это время. Лошади, не хомяки или кошки, чтобы посадить их в коробку и отвезти в новый дом. Для них должно быть оборудовано место. И для сна, и для тренировок. Эта ситуация заставила одного из владельцев написать открытое письмо губернатору и областному министру спорта. Даже если лошади частные, медали наездника привозят в копилку региона. Здорово. Жаль, что они многие могут позволить себе такое удовольствие. Если посмотреть на календарь спортивных событий, в Самарской области на весь 2013 год запланировано всего 7 стартовых дней. Такие плачевные цифры могут объясняться разными причинами, но энтузиасты, несмотря на все неудобства, продолжают тренировать детей, чтобы как можно больше самарских ребят приезжали с наградами. Большинство коневладельцев уже смирились, что их выселяют. Не впервой. В 2010-м с боем пришлось уходить с ипподрома. Тогда их приютили на просеке, теперь снова придется кочевать. В загородном парке пока разруха, нужно делать косметический ремонт. Зато здесь лошадки будут под охраной. Козырь несет службу в конной полиции, совсем не против новой компании. Евгения Белова, Владислав Манин. События.